МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Как Караганда отметила фестиваль здоровья? Нет наркотрафику. Полицейские изъяли героин в особо крупном размере. 190 лет Каркаролинску. Ассоциация корейцев Казахстана. 25 лет дружбы. Более 20 килограммов героина были изъяты из салона такси во время проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия МАК сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Карагандинской области в ходе проведения оперативных мероприятий. 5 сентября днем в ходе оперативных мероприятий сотрудниками КБН МВД Республики Казахстан совместно с УБН ДВД на автодороге Тимиртау-Асакаровка в 3 километрах от Тимиртау была задержана автомашина Нексия НС-150 под управлением 45-летнего водителя такси. В салоне авто находились двое пассажиров – 34-летний мужчина и женщина. В ходе осмотра в багажном отсеке автомашины была обнаружена дорожная сумка. Было ездято два полимерных пакета веществом серо-белого света. Согласно заключению экспертизы, ездятое вещество является наркотическим средством героин весом 20 килограмм 775 грамм. В тот же день на посту рубеж была остановлена автомашина ВАЗ-21114. В ходе досмотра служебной родственной собаки МАКС было обнаружено ездято наркотическое вещество ГАШИС весом 14 килограмм 781 грамм. Оба перевозчика задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Массовым забегом дали старт фестивалю здоровья в Международный Олимпийский день «Карагандинские полицейские». Минувшую субботу рано утром на пересечении бульвара Мира и улицы Ерубаева было многолюдно. Более 200 полицейских в спортивной форме выстроились вдоль улицы. Дал старт забегу начальник управления кадровой работы ДВД Карагандинской области полковник полиции Ержан Уахитов пожелал всем участникам удачи. Карагандинские полицейские продемонстрировали свои спринтерские возможности на дистанции в один километр. До финиша на улице Нуркена Абдирова первыми среди мужчин добежали Маргулан Ериков из Юго-Восточного отдела полиции, Фарид Гайнутдинов из Управления дознания и Дамир Туктасов из Управления административной полиции. Среди женщин первой к финишу пришла Римля Хананова из Управления по борьбе с организованной преступностью, второй – Марал Сулейменова из Управления кадровой работы и третий стала Ария Ивангалиева из Управления административной полиции. Победителем были вручены грамоты. Бег – это жизнь. Субботнее утро, прошедшее неделей для многих карагандинцев, началось пробежкой в Центральном парке. 6 сентября Казахстан празднует Олимпийский день. В честь данного мероприятия был организован массовый забег с участием жителей города. Получить заряд утренней энергии мог каждый желающий. Сегодня Олимпийский день Казахстана. Вся молодежь Караганды, население Караганды отмечает этот праздник. И утро началось у нас со спортивного забега. Массовый забег начался для студентов, школьников, учащихся колледжей, для спортсменов, инвалидов, которые сегодня первыми открыли этот забег. Около двух тысяч школьников, студентов и учеников колледжей принимали участие в забеге. Также не остались в стороне люди с ограниченными возможностями. В зависимости от возраста определялся маршрут и дистанция. Школьники пробегали дистанцию по тропинкам парка, а студенты провели пробежку вокруг озера. Участников, которые первыми преодолели дистанцию, награждали ценными призами. Одной из призеров стала ученица школы номер 17 Перевозникова Виктория, которая с удовольствием приняла участие в спортивном празднике. У нас самая спортивная молодежь. Я заняла сегодня первое место, я очень рада. И мои подруги тоже заняли хорошие места, я очень рада. В здоровом теле – здоровый дух. Для кого-то начинать день с пробежки – это обычное дело. Научно доказано, что бег помогает не только чувствовать себя хорошо физически, но и поднимает настроение на целый день. Ануар Сидрахим Шалкар Аутумбеков, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Карагандинский государственный медицинский университет провел ежегодную акцию «Фестиваль здоровья». В ней приняли участие более 500 студентов и преподавателей. Одним из важных приоритетов долгосрочной стратегии развития страны «Казахстан-2050» является здоровье, образование и благополучие граждан нашей страны. В целях популяризации среди населения, ведения здорового образа жизни в Карагандинском государственном медицинском университете ежегодно проводится фестиваль здоровья. В этом году фестиваль провели под девизом «С активным долголетием отпразднуем столетие». Сегодня под руководством преподавателей кафедры физкультуры будет проведена утренняя разминка. Данное мероприятие рассчитано на то, что оно привлечет широкие слои населения, обратить внимание на свое здоровье, обратить внимание на активный образ жизни, ну и привлечь как можно большее число людей к посещению спортивных секций, спортивных мероприятий. В этом мероприятии приняли участие более 500 студентов. Целью акции является привлечение внимания общественности к укреплению и сохранению личного здоровья и ведению здорового образа жизни. Данное мероприятие очень важно для каждого человека нашей республики, оно проводится повсеместно в каждом городе и в наш город в том числе. Я считаю, что для нашего вуза это является также очень важным, так как мы являемся будущими врачами, мы будем отвечать за здоровье нашего населения. Данная акция дает возможность всем карагандинцам приобщиться к ведению здорового образа жизни. Лариса Хусейнова, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом серия профиль Галтек 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. В Караганде Международный Олимпийский день отметили фестивалем здоровья, участниками которого стали более 5000 человек. Массовое проведение спортивных занятий провели на площади у Ледового дворца Караганды-арена. В Казахстане создаются все условия для развития массового спорта и здорового образа жизни. В этом году фестиваль проходил под лозунгом «Двигайся, изучай и открывай». Праздник начался с массовой зарядки, в которой приняли участие более 5000 человек. Мы занимаемся активным продвижением стрит-воркаута на территории Карагандинской области. Стрит-воркаут – это новое силовое направление, основа которой является здоровый образ жизни. Силовые упражнения на турниках, брусьях, рукоходах, шведских стенках и других дворовых снарядах, или вовсе без их использования, есть стрит-воркаут. После всеобщей зарядки состоялась торжественная отправка спортивной делегации Карагандинской области для участия в пятых играх народного спорта Республики Казахстан. Состязания пройдут в Усть-Коминогорске. «Лидер НАЦИ всегда призывает молодежи пропагандировать здоровый образ жизни. Я хочу сказать, что молодежь Карагандинской области всегда занималась спортом. Быть здоровым – это хорошо, только удачный человек может заниматься спортом. Так что всех призываю заниматься спортом». В этот день в Караганде прошел целый ряд спортивных мероприятий. Прошли соревнования по армрестлингу, а также легкоатлетические забеги по программе Олимпийского дня, турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гиревому спорту и перетягиванию каната. Лариса Хусейнова, Шалкарл Тенбеков, Пахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Аким Карагандинской области потребовал активизировать работу по обеспечению экологической безопасности. За 2013 год департаментам проведено 638 проверок. Выявлено 817 нарушений экологического законодательства. Выдано 761 предписание по устранению нарушений. Наложено 788 штрафа на сумму 711,5 миллионов тенге. На совещании был заслушан отчет руководителя департамента экологии Зулфухара Жолдасова о состоянии и принимаемых мерах по обеспечению экологической безопасности региона. Он сообщил, что в целях реализации указа президента об утверждении концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике на 2013-2020 годы в области разрабатывается план мероприятий по переходу к зеленой экономике, а также вносятся соответствующие коррективы, стратегические планы управления акиматов городов и районов. В результате контрольно-инспекционной деятельности департамента наблюдается положительная тенденция к снижению объемов эмиссии в окружающую среду. В то же время одной из немаловажных проблем остается утилизация твердых бытовых отходов и отсутствие в населенных пунктах типовых оборудованных полигонов захоронения коммунальных отходов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, остается проблемой утилизация содержащих стойкие органические соединения конденсатов радиолокационной станции «Дарьял-У». Не до конца решен вопрос с очисткой части русла реки Нура от Ртути. Подводя итоги совещания, Нурмухамбет Абдебеков потребовал активизировать работу по обеспечению экологической безопасности области и дал ряд поручений, в том числе провести все необходимые мероприятия по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства полигонов захоронения коммунальных отходов. Кроме того, предусмотреть бюджетные средства на приобретение контейнеров для сбора ртуцодержащих ламп и обустройства контейнерных площадок. Включить в комплексный план развития городов, районов и населенных пунктов мероприятия по модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов, по реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений, системы ливневой канализации и дренажной системы. Акиму Тимиртау поручено предоставить бюджетную заявку на выделение трансфертов из республиканского бюджета для приобретения оборудования очистных сооружений для доочистки опасных химических веществ АО «ТЭМК». Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Каркаролинск отметил свой 190-летний юбилей. К этому важному событию местные власти приготовили праздничную программу, которая проходила три дня подряд. Празднование юбилея Каркаролинска началось 4 сентября. В этот день в местном Доме культуры всем желающим показали документальный фильм об исторических личностях Каркаролинского края. Сегодня большой радостный день для всех каркаролинцев, всех выходцев с этой священной земли. Я очень рад, что с разных уголков нашей республики приехали наши земляки, чтобы отметить 190-летие города Каркаролинска. На второй день праздничная программа была наиболее насыщенной. Для гостей праздника провели экскурсию по городу. Позже в Доме культуры прошел республиканский Айтыс Аквинов. А вечером в городском парке устроили праздничный концерт с участием звезд казахской эстрады. В честь 19-летия города Каркаролинска на степных просторах прошло большое мероприятие. Все районы области приняли участие в организации праздника. Концертная программа, спортивные состязания, ярмарки – все это было организовано для гостей торжества. Но все самое интересное происходило на третий день. Недалеко от Каркаролинска, можно сказать, появился еще один город. Около 150 юрт поставили в степи, а в юртах гостей праздника встречали гостеприимные хозяева. В нашем коллективе у нас приехали оркестр, 12 человек, и так вокалистов у нас приехало 6 человек, и того у нас всего 18 человек. Мы приехали поддержать чисто наших соседей и сделать им праздник. В когда-то пустующей степи в дни праздника ожило все. Сразу заметно, что казахстанцы уважают город Каркаролинск. Это действительно настоящая жемчужина сырой арки. На мероприятии была очень дружественная атмосфера. Можно было встретить своих старых друзей и знакомых из других городов, потому что сюда съехались люди со всего Казахстана. Сегодня у нас большой праздник. Сюда приехали гости со всей республики, и мы долго готовились к этому ответственному мероприятию. Было поставлено более 100 юрт. Все сельские округа нашего района участвовали в организации праздника. Сейчас Каркаролинский край является одним из крупных туристических центров, куда каждое лето приезжают отдохнуть как жители Казахстана, так и туристы из других стран. Лариса Хусейнова, Айдин Жекан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Ассоциация корейцев Казахстана отметила свое 25-летие. Наш карагандинский филиал ассоциаций для многих стал домом, объединяющим самых разных людей – служащих, предпринимателей, рабочих, учащихся, пенсионеров, их детей и внуков. Сюда приходят в разном возрасте и душою остаются навсегда. Сохранение и развитие национальных традиций – вот главная задача национального центра. Но сегодня задачи расширились. Карагандинский филиал ассоциации корейцев Казахстана активно реализует государственные программы и вместе с страной развивает экономику независимого Казахстана. В Казахстане есть такая шутка. Если вы встретите казаха с русским именем, знайте – это кореец. В Казахстане существует своя особенная модель взаимоотношений между всеми ее гражданами. Где, в какой стране вы встретите корейца, танцующего с украинцем под еврейскую песню, которую поет казашка? Только в Казахстане. В Русском драматическом театре имени Станиславского открылась Корейская площадь. Яркие национальные костюмы, сувениры, даже настольные корейские игры можно было увидеть в этот день. Фотогалерея рассказывала о делах карганинского филиала Ассоциации корейцев Казахстана за 25 лет. В прошлом году, на праздновании 20-летия независимости Казахстана, он буквально сказал, что мы пришли единым народом Казахстана в 20-летие независимости, и это заслуга Ассамблеи народа Казахстана. Но то, что мы сегодня живем в мире и согласии с единым народом Казахстана, я думаю, есть тут большая заслуга и это культурных объединений, в том числе и Ассоциации корейцев Казахстана. Сегодня национальные центры страны становятся не только пропагандистами культуры, а активными помощниками в реализации экономических задач, стоящих перед Казахстаном. Мы хотим развивать международное сотрудничество со всеми историческими родинами, быть живым основом между Казахстаном и исторической родиной. Мы реализовали один такой хороший проект в Алматинской области, это строительство суперсовременных теплец. Об этом говорил даже сам главарь государственного института Казахстана. Есть еще ряд новых проектов, которые я думаю в скором времени реализую. В Караганде Корейский центр был создан одним из первых в Казахстане, и он сразу уверенно заявил о себе. До сих пор ни одно мероприятие не обходится без участия центра. В 2006 году Ассоциацией корейцев Казахстана Карагандинскому центру было присвоено звание «Лучший филиал», а его руководителю – «Лучший председатель». Лерия Михайловна Ким, неизменный председатель и главный организатор всех дел центра, первая в области была награждена орденом «Достык 2-й степени». Это ли не признание работы Карагандинского филиала Ассоциации? Мне отрадно, что именно мы на протяжении 25 лет несли веру в лучшее, веру в эту победу, потому что сегодняшнего дня. И своими мероприятиями мы выражали благодарность этой казахстанской земле, которая не мачехой, а матерью для корейцев стала. Уже 90 лет существует «Корея Ильбо» – республиканская газета на корейском и русском языках. Ассоциация корейцев Казахстана поддерживает единственный на всем постсоветском пространстве государственный корейский театр музыкальной комедии. В республиканском телевизионном эфире идут передачи на корейском языке. Почему карагандинский филиал Ассоциации корейцев Казахстана имеет столь притягательную силу и не теряет ее вот уже 25 лет? Да потому что здесь стараются сохранить и передать от старшего младшему веру, надежду и любовь. Сергей Высокосов, Шалкар Алтынбеков, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Впервые в Караганде в областном казахском драматическом театре имени Сакена Сифулина состоялся концерт хореографического коллектива «Астана-балет». Зрителям были представлены оригинальные композиции, шедевров мировой классики. Яркий и самобытный репертуар молодого театра представляет собой синтез национальной хореографии с классической и другими современными стилями. Национальный колорит молодого коллектива базируется на казахской народной музыке и произведениях казахстанских композиторов. Репертуар коллектива отражает всю красочную палитру танцев народов мира. Японский, китайский, индийский, казахский и другие танцы сплетаются в балетных композициях, которые смотрятся очень необычно и завораживают взгляд зрителя. У нас кроме восточной рапсодии мы поставили однаконый балет «Алем», недавно у нас была премьера. И сейчас планируется поездки за рубеж. Мы были как в Китайской народной республике. Теперь сейчас в России мы были, вот я сказала, Михайловский театр и Мариинский театр знаменитые. Теперь планируется сейчас за рубежом Париж, Москва, Вена, чтобы мы показали и рапсодию нашу, и наш прекрасный Алем, и нашу культуру и искусство. В течение двух дней жителям города была предоставлена уникальная возможность увидеть концертную программу в лучших традициях мирового хореографического искусства. Для постановки танцевальных номеров были привлечены лучшие и известные мастера по постановке зрелищных представлений, отечественные и зарубежные специалисты в области хореографического искусства. Изначально это была прихоть моих родителей, им очень нравится балет. А после, я не осознавала, как это сложно, но со временем, с годами балет, я полюбила это дело, это стало частью моей жизни. Проучившись в 8 лет, нас пригласили работать в коллектив «Астана Балет». В артистический состав «Астана Балет» входят лучшие выпускники Алматинского хореографического училища имени Селезнева, ведущего в нашей стране учебного заведения в области балетного искусства. «Астана Балет» ставит перед собой высокие задачи. Коллектив создан для того, чтобы развивать и показывать национальное хореографическое искусство Казахстана в мировом сообществе. Лариса Хусыинова, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Как известно, самые талантливые футболисты начинают свой спортивный путь играми во дворах. В целях пропаганды здорового образа жизни в течение летнего периода на мини-футбольных площадках города были проведены районные турниры Лиги Дворового футбола. В рамках фестиваля «Здоровье-2014» 6 сентября на стадионе «Шахтер» состоялись финальные соревнования Лиги Дворового футбола 2014. Здесь встретились команды-призеры района имени Казбек-Би и Октябрьского района. Молодые ребята с огнем в глазах показывали все свое мастерство на поле. Сегодняшнее мероприятие проводится с целью профилактики правонарушений среди молодежи, привлечения к массовому занятию спортом. В течение года проводились районные соревнования среди двух районов города по мини-футболу. В финале за право быть победителем соревновались команды в возрастных категориях от 12 до 14, от 15 до 17 и от 18 старше лет. На запасном поле «Шахтер» состоялось торжественное награждение победителей Лиги Дворового футбола 2014. Дворовый футбол – это командная игра. То есть во все ваши игры вы учились, как надо играть в команде. Поэтому я поздравляю вас всех, вы научились. Вы победители, все победители, кто присутствует здесь. Вы знаете, что такое игра в команде. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки будем продолжать соревноваться, продолжать играть и любить наш футбол. Поздравляем вас! Будьте здоровы! С праздником вас! Команда победительницы в каждой возрастной категории была награждена кубком, дипломом и футбольным мячом с автографами футболистов клуба «Шахтер», а участники – грамотами, вымпелами и памятными подарками. Хоть футбол – игра командная, всегда есть игроки, отличившиеся индивидуальным мастерством. Для лучших игроков были учреждены специальные призы и дипломы. Ануар Сидрахим, Шалкар Алтумбеков, Бахтиар Роспанов, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся с вами в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok